Если вам на участке попался не чернозем и почва сильно уплотнена, то вам экстренно может помочь сегодняшний совет. Земля бывает такой плотности из-за высокого содержания глины, либо из-за ежегодной перекопки, когда микро- и макроэлементы не успевают разрыхлить почву. Простое средство буквально находится под ногами и спасает тяжелые почвы, в которых много глины и мало воздуха. Это песок. Он не только стройматериал, но и отличное органическое удобрение. Лучше не вносить сразу много песка, а начать в этом году с минимальной дозы, рассыпать его понемногу поверху и прорыхлить на 6-8 см. Из расчета примерно 3 столовые ложки каждому растению, или полкило на квадратный метр почвы. Посчитайте, сколько вам необходимо взять песка. Он помогает корневой системе растений проходить легче сквозь почву, создает микропространство для проходимости воздуха и даже помогает накапливать тепло, поэтому его часто применяют в зонах или участках с особо холодным климатом. Он снижает переувлажнение почвы. В целом делает землю мягче. В саду, где внесен песок, себя чувствуют хорошо как декоративные кустарники, так и плодовые. Смородина, барбарис, крыжовник, деревья, лианы. Многим популярным садовым цветам – гвоздиком, ирисом, астром – песок в почве необходим в обязательном порядке. Он позволит заодно внесение сделать почву мягкой. Но на будущий год все равно нужно изучать, как правильно обращаться с почвой, чтобы она не уплотнялась. В ней нужно поддерживать активную почвенную жизнь, изучать, чем кормить микроорганизмы. А они уже сториц и вернут, вскормят ваши растения.